В черное пятно с темными контурами губ. Славно, ты лучший, что был у меня. Не начинай! Это что-то очень, очень геёчно, так сказать. У нас ЛГБТ сегодня, видео ЛГБТ. Кстати, песня классная на фоне, что, типа, он был мальчиком, она была девочкой. Ну, хорошо, что не он был трансвеститом, а она была гермафродитом. Вот это была бы песня. Мне нравится твоя пенсионерская форма. Давай ты отдашь мне платья эти формы. Денис, я не понял, ты что, кроссдрессер или как это называется? Парантесе танцует вот так! Ха-ха, бей! И сегодня, сегодня что-то новое происходит на фоне. Сегодня без хромакея. Захотелось мне что-то новое. Вообще, хочу максимально разнообразить, потому что я думаю, что, блин, вот сколько у нас был вот этот фон. Очень долго, поэтому все время, не знаю, сейчас пытаюсь вот, пэш, переключить мозг в такой режим, что нужно все время что-то генерировать новое. Так что подписывайтесь на телеграм. Там будет то, что не будет на канале, плюс голосование. И инфа о том, что я буду делать, потому что на канале будут большие изменения, и вы канал не узнаете. Вот серьезно, все, кто зайдут на канал через, не знаю, месяц, ну просто я не спеша делаю изменения, чтобы все проработать, наверное, вы подумаете, что это какой-то другой канал. Но вам они понравятся, потому что все изменения, в итоге я делаю их для вас. Я хочу, чтобы вам было лучше, а не для себя. Ну просто я вот это тоже хочу подчеркнуть, потому что мне кажется, как бы про изменения, многие думают, что я делаю эти изменения, потому что, там, не знаю, у меня попа почесалась, я там решил что-то поменять. Я пытаюсь сделать интереснее и лучше. Лена, а ведь и вправду, по любой возможности я старался провести время с ней, и сам того не понимая. Прикоси ее на танцы, в конце концов. Я не умею. Он склонил слегка голову. Походу, выручать тебе моя основная задача, зато не так скучно. Я... так, сейчас. Динамики издали громкий звук, призывающий всех к ужину. Идем жрать, потом я тебя научу. Чему? Танцевать, дурила! Зачем учить танцевать? Я шел след за... Просто флексин на танцполе жестко, я вот не умею танцевать в паре. Потому что мне тяжело синхронизироваться с другими людьми. Я слишком... Я слишком странный. Мне тяжело... Мне тяжело синхронизировать свои движения с другими людьми. Мы пошли в столовую, и я взял понос, повернулся, чтобы посмотреть, куда сел Василий. Но, как ни странно, не увидел его. Он вообще ест что-нибудь? Мне кажется, Василий это аватар Василия Хайта, который... Я до сих пор путаю, кто Хайт, а кто Хат. Кто делает трэш-моды, а кто делает умные моды. Я серьезно, я не могу запомнить уже год. Я не могу. Для меня Хайт и Хат это один человек. Гот, чье имя я просто путаю. По-моему, Хат делает трэш-моды, а Хайт делает умные моды. По-моему, так. Но я могу ошибаться. Он вообще ест что-нибудь? Он автор моды, ему не надо есть. Он Иисус, он бог. Он, понимаешь, он бог этого мира. Бог не ест. Я сел на одиночный столик. Блин, я не могу. Я всегда захожу ко в столовую, смотрю на величайшего лидера планеты. Рядом села Машка. Кстати, да, чуть не забыл. Маш. Да. Вроде спокойно. Так, вроде адекватно. Тебя просили после ужина к воротам подойти. Кто? Я оглянулся по сторонам и видел, как Виола вышла из столовой. То, что надо. А, Виола, только тихо. Она сказала, что все разговоры только на месте, потому что ФСБ записывает. А зачем? Да не сказала она, сказала лишь это передать и все. Ясно, хорошо. Сейчас она подумает, что ФСБ. Ну, просто Виола, она же вроде в каких-то модах работала. То ли на ФСБ, то ли еще на кого-то. А, на Красного, точно. Пацанское лето, бей. Быстро ПФ я отправился к домику. Я отправился к домику подрочить к домикам. На входе меня уже ждал Василий. Ну что, погнали учиться? Ну, давай. Он обогнул мой домик, я шел за ним. Мы прошли в лесок и слегка петляя, вышли к полянке. Короче, давай сюда. Да, я подошел к нему в упор. Что за странная музыка? Руки сюда, потом сюда. Я встал в непонятную позу. Ну, хорошо, что не в ту позу, где попа как бы вверх, а Вася стоит сзади. Левую руку задрал на уровень головы. Кстати, вот мне говорят, что поиграть в Васина лето. Ну, продолжить его. Вот Васина лето. Василий хат есть? Есть. Значит, Васина лето. А, то есть хайт. Я не могу, я их путаю. Пусть будет и хайт, и хат сразу. Василий хат хайт. Пусть будет сразу, чтобы я не ошибся. Одно из имен правильно? Правильно. Ну, значит, где-то я попаду. Не можешь попасть, стреляй дважды. Я встал в непонятную позу. Один выстрел уже попадет. Левую руку задал на уровень головы. Правую же держал на уровне. Тогда торса ладонью вверх. Василий положил свои руки в мои. Слушай, это не будет выглядеть как-то по-гейски. Это гейские танцы. Я бы не стал танцевать с парнем, даже если это было просто обучение. Потому что, ну, я боюсь, что люди спалят. Понимаешь, там Ульянка увидит, и потом будет говорить. А, пидор, а, пидор. Мы попробовали. Кайф. Теперь давай до раз, два, три. Стоп. Дальше правую назад, потом левую в зад, правую в сторону. Во! Мы сделали один кружок. А, теперь темп. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Во, 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 смотри. Попробуем кружиться, попутно танцуя. Давай. Выходило кривовато, но спустя какое-то время у меня даже получилось. Раз, два, три. Раз, два, три. Крутил я в голове и вскоре смог не смотреть на ноги, а смотреть партнёру в его лицо. В чёрное пятно с тёмными контурами губ. Славно. Ты лучший, что был у меня. Не начинай! Всё-то очень, очень геёчно, так сказать. У нас ЛГБТ сегодня. Видео ЛГБТ. Геёчки захватили канал. Не начинай. Ладно, ладно, вроде всё готово. Танц совсем скоро. Надо бы тебя в форму привезти, а хотя образ пенсионера тебе идёт. Он начал приглаживать мои вилосы. Отошёл, посмотрел, отрицательно хмыкнув. Растрепал и снова отошёл. Вот, я бы дал. Давай покурим. Серьёзно, это какое-то гей-видео? У нас опять голубые захватывают канал. Не, я, конечно, не против. Я за равенство всех равных. Но, как бы, хей! Я чувствую смайлики хей в комментариях. Мы быстро покурили. На. А на лучшем из карман духи побрызгала на шею. То есть, побрызгал на шею. Раза три. Я послушался. Твою мать. Я ещё становлюсь рабом геёчка. Следом мне в руку легла жевательная пластинка. Жуй, а то табаком вонять не гоже. Я избрался от этикетки и засунул пластинку в рот. Засунул в рот! Всё, ты топовый куна. Теперь вали искать Лену и чтобы потанцевали. А то я приду и заставлю танцевать со мной. Ввиду у всех и партнёршей. Будешь ты на этот раз усёк. Что-то очень жёстко. Слушай, надо срочно потанцевать Лену. Потому что с этим танцевать я не буду. Он с охмылкой склонил голову. Понял. А почему ты мне помогаешь с сигаретами, с концертом сейчас? Честно или пиздануть? Честно. С тобой мне не так скучно. Даже весело. То, что это всё ради меня самого. Мог бы и соврать. Всё, катись отсюда. А ты? Я? Ты что? А ты что? Я, пожалуй, соглашусь. Я потом подойду. Просто, чтобы танец состоялся. Бывай. Кстати. А ведь видео выходит регулярно. Вот если задуматься. Регулярность на высоте. Уже сколько? Три раза видео вышло вовремя? Ну, три раза точно. Так что я молодец. Он нашёл куда-то вглубь леса. Я же вернулся к домику. И, потоптавшись у входа, пошёл искать Леночку. Леночка. Ленаочка. Выйдя на площадь, я заметил, что оборудование очка уже перекочевалось со стены сюда. А, ну давай. И без моей помощи справились? Действительно, видите, моя помощь не нужна. Я могу отдыхать. Шурик и Сергей что-то копались у колона. Как всегда всё сломано. Ну, как всегда. Вот с техникой вечный геморрой. Там копаться надо, чтобы всё работало. Иногда ты думаешь, сколько миллионов нужно заплатить, чтобы просто купить рабочую технику. Которую вот ты купил и просто работает. Иногда меня посещают эти мысли. Потому что лизин ноутбук я, например, так и не смог починить. Надо, кстати, попробовать. Отнести его просто в ремонт компов. Ну, я, наверное, попробую. Посмотрю. Потому что я сам, я узнал, что вот то, что там кулер шумит. Я сменил три кулера там. Они все шумят. Ну, кроме того, что был, который сломался. Кроме штатного, который там стоял. И я узнал в интернете, поискав инфу, что оказывается. Нужно просверлить в кулере дырку. И капнуть туда каким-то то ли силиконом, то ли ещё каким-то маслом. И тогда это поможет. А я подумал, господи, чё ж так сложно-то? У меня нету сверла. Откуда? И масла тоже у меня нету. Просто иногда меня это бесит, что почему с техникой так сложно? Почему всё так сложно? Почему вот ты не можешь просто купить, вот купить, чтобы оно работало? Всегда какой-то геморрой. Славя, Женя, Алиса и Маша развешивали гирлянды под руководством вожатой. Лены видно не было. Так что отнесу чувака. Может быть, у них там есть сверло или они знают ещё какие-то методы ремонта. Хотя я уверен, я отнесу, они скажут, типа, ну, мы не знаем, что делать. Так всегда, когда ходил к компьютерным мастерам, всё, что они предлагали, это мы можем новый купить. Ну, типа, заменить вентилятор. Ну, я вам скажу сразу, что я их 10 раз сменял. Сделайте так, чтобы этот работал. Правильно. Надо сваливать, пока меня не заметили. Мырско свалил зону видимости Ольги. Ну, поглядим, чем их дискотеки отличаются. Я пошёл вдоль столовой и вышел на пляж. Чёрт, и тут действительно классно. И опять всё сломалось. Ну, как я и говорил, ненавижу технику. Раньше, в детстве, когда я был школьником, я очень любил технику. Мне казалось, это так круто шарить в компах. Потом ты понимаешь, нифига не круто. Такой киварой. И? И оно вылетело! Победа! Мы победили все болезни мира. Оно сломалось. Я уверен, что если я просто перезапущу, оно заработает нормально. Я уверен. Я сломал систему! Кстати, той картинки, которую игра ищет, реально нету. Хайт, подчини свой грёбаный мод той картинке, которую игра ищет, нету. Знаете, что я сделал? Я вот сделал... Я, ну, поискал картинки и взял копию картинки с лодкой. То есть тут вообще должен быть лодочный домик. Этой картинки реально нету. В папке я по поиску пробил. Её нету. Я взял, скопировал эту картинку, назвал её так, как игра ищет. И теперь игра находит картинку. Это не та картинка, которая задумывалась Хайтом. Но... Но... Зато теперь игра работает. Хайт, у меня вопрос. Почему я должен чинить твой мод? Я пошёл лагерь... Я причём все моды снес. Это не конфликт модов. Реально это отсутствие файла. Который должен быть в папке. Где ты его посеял? Я пошёл лагерь в поисках Лены, но ни дома, ни в музыкальном кружке её не было. Интересно, где же она? Я вышел в площади. Евген, понимаете, вот чём я занимаюсь целыми днями. Я занимаюсь... Я чиню чужие моды, чиню компьютеры. И... Мне даже спасибо никто не говорит. Уже перед порядком стемнело. Древние зажглись героями. Я обычно говорю, что так долго? Я стоял так, чтобы все были на виду. Я бёгал глазами по толпе, но её не мог выявить. Вожатая порубнила что-то в микрофон. Все радостно закричали. Вот заиграла музяка жёсткая. Я уже не стал удивляться, что всё не на русском. Просто стоял и слушал. Эй, чего сто... Здорово был, так сказать. Послушался гитарный парабор. Я стоял и смотрел по сторонам, попутно вслушиваясь в дивную мелодию, которая звучит вдали. Пенсионеры начали разбиваться по стаям. Псевдо-пенсионеры. Электроник медленно танцевал с махундрей. Та покраснев, опустила голову в землю. Изродка подглядывая на Сер... На Сержу. Ну где же ты? Взялось ещё немного, я начну паниковать. Она в домике, наверное, сидит. Либо она сейчас выйдет в каком-нибудь таком платье, что сиськи на выкате. Либо она сейчас сидит в домике и плачет. Плачет, смотря грустные видео у себя на телефоне с котиками. Казалось, ещё немного, и у меня начнётся паника на Титанике. С чего бы? Почему я вообще решил, что она согласится танцевать с таким дебилом, как я? У меня начали поимняться так называемые сомнения от слова сом. Чёрт бы подрал эту затею! В небе ярко осветилось и полилось, как из ведра усю. Ну всё, ясно, бык, небо быка... Понимаешь, даже небо против меня. Все вдруг забегали. Вожатая что-то орала. Шура и Серёга спасали технику вместе с Ольгой. Ребята разбегались кто куда. Кстати, эти наушники, типа их нельзя мочить, но я ходил под дождём в них. И они, ну так, относительно сильно мокли, и вроде нормально. Даже не отключили музыку странную. Все разбегались. Дождь шёл сплошной стеной. Мой орлик был мокрый, но продолжал разглядывать разбегающихся. Её нигде не было. Чёрт! Я засадил кулаком по фонарному столбу, сука! Ещё раз, и ещё раз! Кулак опух! Откуда такая агрессия? Ведь ничего такого, если не потанцуем. Но дело не в том, что он хочет потанцевать, чел. То есть, он понимает, что... Короче, он сам не понял, в чём дело. В общем, чувак, ты просто хочешь с ней замутить. Я тебя понял. Понимаешь, мы друг друга поняли. Она должна быть где-то. Я должен сказать, да она в домике у себя сидит, потому что ей не с кем было пойти. Ты должен был её пригласить, а не ждать на танцы. И всё такое. Я смотрелся по сторонам. Вдалеке, почти спятшись за памятником, стояла фигура в белом платье. Филетовые косички слегка потерялись в объёме из-за дождя. Неужели? Мы сейчас увидим мокрую Леночку, ребята! Я со всех ног пустился в её сторону, пробегая мимо других ребят, кто ещё не успел уйти с площади. Чё-то объём не потерялся. Она стояла и смотрела на меня. Я подбежал к ней и посмотрел в её ебанутые глаза. Лена! Я искал тебя. Почему ты столб? Я думал, ты не придёшь! Из-за меня тебе ведь больно? Глупости. Дождь поливал нас не щадя. Мы стояли друг напротив друга и просто смотрели в глаза. Потанцуем? Я не умею. Я тоже. Я не смогу при всех, правда? Тут никого нет. Есть. Я обернулся и вправду под деревьями стояло достаточно много людей. Давай уйдём. Куда? Пристань была самым красивым местом. Там вряд ли кто-то мог быть. Пойдём со мной. Я протянул ей руку. Её теплая рука легла в мою. Я ощутил такое блаженство, что у меня пися чуть не кончила. Я повёл её за собой через всю площадь. К нам в спины смотрели. Или даже что-то крикнул вслед. Но мы не обратили никакого внимания. Скорее... Так, поясните мне за вот это вот. То есть здесь... А, ну это фон типа дождь. А там должен будет быть фон закат. Или восход. Или всё сразу. Окей. Надо было вот этот фон переделать, но я его почему-то не нашёл. Я искал по... По коду БГ. Потому что все фоны помечены вроде как кодом БГ. Но как сказать? Все да не все. Вскоре мы вышли на пляж и встали друг напротив друга. И... Как будем танцевать? Я... Ну для начала положи руки в ноги. Я встал в позу, которую показывал Василий. Поза назыв... Поза была вот такая. Поза была вот такая. Типа лягушечка. Хотя нет, поза возможно была такая. Типа вот. Вот такая поза. Или вот такая. Или вот даже такая. Поза могла быть любая. Главное, чтобы Лен очке понравилось. Чтобы её очко оценило. Лена положила свои руки в мои. А шо теперь? Спросила она с улыбкой. Теперь музыка! Вы им тут... Кстати, ну танцы подождем. Это же так мило и романтично. Хайт у нас ром... Ну мы знаем, что хайт романтик. Просто Мемор Снэвэдай был более таким депрессивным и грустным модом. А здесь прямо, ну скажем так, контент так и прёт. Сдаваясь небольшого стула рядом с нами. На нём выседал Василий с гитарой. Меня тут нет. Он выпустил дым изо рта и взял гитару. В тот момент, когда, знаешь, типа... Ты одел наушники? Меня тут нет. Я уехал. За стеной дождя в своём балахоне он был действительно почти невидим. Я снова повернулся к Лене. Вводя правую ногу. Теперь левую. Теперь правую в сторону. Мы медленно проделали это нехитрое пожилое движение. Теперь с левой на меня правую. Дальше она поняла сама. Дождь разбивался. Она с деревья и землю. Зазвучала гитара. Блин, арт прикольный. С дождём. И он пох... Это... Это либо оригинальный, либо очень похожий на оригинальный. Либо... Я не пойму. Просто арт похож на оригинал. Но, по-моему, тут славя должна быть вместо неё. Вот скажите, это оригинал или не оригинал? Не пойму. Очень похоже. Одна есть оригинальный арт такой. Но очень похожа, но непонятно. Дождь разбивался. Она с деревьей. А, да. Медленная и красивая мелодия для нас с ней. Она иногда опутывалась в ногах. Я иногда наступал не на носочки. Так, круг за кругом. Я смотрел в её зелёные глаза, которые от Влади, кажется, стали ещё ярче. Я не мог оторвать взгляд. Она смущенно смотрела по сторонам. Иногда останавливая взгляд на моих глазах. Я сам не заметил, какая рука легла мне на плечо, а моя на её талию. Мы кружили. Круг за кругом были насквозь мокрая темнота. Её сосочки могли практически быть видимы через одежду, потому что она промокла настолько сильно, что превратилась в тряпочку, в бумажку. Темнота, дождь. Я-я. И так сказать, она. Тихая музычка, закрадывающаяся в уши и никого вокруг. Чувство было схоже с поцелуйкой. Нечто новое. Тёплое и приятное, взгляящее в груди чувство. Под нашими ногами скрипел помост. По её лицу скатывались капли дождя. Мой животик урчал. Хотел кушать. Глаза блестели, а губы растянулись скромные. Два заметные улыбочки. Это должно длиться вечно. И неважно, в будущем я или в прошлом. Я сейчас, кстати... Да-да-да-да-да знаю, я отвлекаюсь. Небольшая вставка. Я сейчас пытаюсь изменить режим, чтобы не тратить время на еду и худеть. Буду питаться один раз в день. Всё остальное время дня буду есть либо фрукты, либо сухари. С кофе. Или какао. Например, я хочу сделать себе обед. Где-то часов в 12 дня. То есть вот 12 дня это будет единственный приём пищи за весь день. Такой крупный. Ну как крупный? Полноценный. Когда я буду там есть, не знаю, овощи, мясо и всё остальное. А всё остальное время буду голодный. Потому что я, скажем так, что-то... Ну, во-первых, что-то объедаться опять стал. А во-вторых, я увидел вчера на весах 80 и, скажем так, охуел. Я серьёзно, я не могу это писать другим словом. Я понял, что всё. Сейчас. Я либо сейчас меняю режим питания, либо я ставлюсь жирным ублюдком. Так что всё. Ну, сегодня встал на весы. На удивление, за ночь я похудел. Почему? Хотя я ничего не делал. Ночью я спал. 7,8,5, что тоже очень много. Я хочу весить 68. Короче, всё. Буду голодать. Это должно длиться вечно. Не важно в будущем я или в прошлом вернусь, или останусь тут. Главное, чтобы она была рядышком. В один момент я сделал слишком быстрые движения. И Ленусик не успел убрать ногу. Убрала, но не ту. Мы повалились на песок. Лучше бы в воду упали, утонули. Так, ладно. Это как-то очень злостно звучит, жестоко. Я поначалу просто давил лыбочку. Но потом тоже позволил себе чуть-чуть сделать ржом. Ха-ха! Помог ей подняться. И мы посмотрели в сторону Василия. У которого уже встал со стула и собирался было уходить. Кстати, один параметр хочу изменить. Пропускать только виденное ранее. Не хочу, чтобы перемотка была. Просто я, бывает, случайно клавишу ударяю. И, в общем, да. Правда, вот эта перемотка с виденным ранее не всегда работает. Не во всех модах. В каких-то модах она кривая. Я поэтому, по-моему, ее потом отключал. А давайте сейчас проверим, работает ли она правильно или нет. Например, я сохранюсь. Да. И... Не работает. А если я назад откачусь? Мне интересно проверить. Да. Ну, ухай технически свой мод делает нормально. Только вот картинки вставить забывает. А так мод хороший. Она звонко смеялась. Я сначала просто давил лыбу. Но потом тоже позволил себе чуть-чуть сделать. Ха-ха. Помог ей подняться. И мы его посмотрели в сторону Василия. Который уже встал со стула. Собирался было уходить. СП стечил. Он лишь поднял руку с сигаретой. Не обращиваясь, ушел в темноту. Мне понравилось. Да мне тоже. Спасибо тебе, Лена. Постойте. Тут же должны быть руты. Я думал, руты будут с тянками. Но пока что игра, скажем так, не дает мне выбора другого. Кроме как рута Лены. Или если бы я пошел с хатом. Или хайтом. Или хата-хайтом. Если бы я пошел с хата-хайтом в старый корпус. Когда был выбор. Может быть что-то бы поменялось. Заспылините чуть-чуть. Вот буквально чуть-чуть. Сильно бы поменялся сюжет. Или это был бы, скажем так, доп-контент и все. А дальше было бы так же. Это был мой лучший день рождения. Она покраснела и увела взгляд. Да, мой тоже. Мы еще какое-то время стояли и смотрели друг на друга. Става, у меня ДР через два месяца практически. Ха-ха, ДР! И у меня исполнится 25 ходын. Или рок-кайф. 25 рок-кайф используется. А что такое ходына, я не могу вспомнить. Мне нравится твоя пенсионерская форма. Давай ты отдашь мне платье, а тебе форма. Денис, я не понял. Ты что, кросс-дрессер или как ты? Называется. Я серьезно. Главный герой извращенец какой-то. Он терминатор. Он хочет поменять. Он хочет платье одеть. Кросс-дрессер. Твою мать. Я играю за какого-то извращенца. То он танцует с мужиком. То платье одеть хочет. Слушай, вот эта гейская линия, она прям очень явно просвечивается. Белой нитью проходит через все повествование. Продолжаем мод для геочков. Не, так не пойдет. Мы стояли, улыбались друг к другу, не находя больше слов. Я был счастлив, как ребенок. Был счастлив так, как не был никогда. Я бы посидел с тобой тут с удовольствием, но на мне платье. Ну, я понимаю, яйца вывалятся. Вот у тебя яйца и вывалились. Я понимаю. Стороны площади заиграла музяка. Опа, а дождь кончился. Ребят, вот я именно так, попав под дождь, наверное, и подцепил заразу. Хотя сейчас все болеют. Это все из-за смены климата, что вначале было тепло, а потом резко хилотно. Ой, дождь кинчился. Действительно, я и не заметил. Пойдем туда или... Пойдем. Музыка прикольная, я вырезать не буду. Я понимаю, что по авторскому праву YouTube будет насиловать канал, но пихуй, нормально, ничего страшного. Мы, взявшись за руки, пошли в площади. Там уже вовсюшли танцы. На окром асфальте происходило адово нечто под предводительством Ульянки в центре. Ульянка тупо была топ-флексером. О, пошла музыка. Я, кажется, узнаю, это полька, по-моему. Это полька. Может, это не мидит на польку? Музыка поменялась, и та слегка расстроилась. Снова пульта, я заметил Ольгу, которая поставила. Что? Что это? Только не это. А что это за песня такая? Она, с удивлением, посмотрела на меня. Не знаешь? Нет. Лучше бы я не знал. Она песня танцует вот так. Это песня вообще на каком языке? Это французский, турецкий или цыганский язык? Что это за язык? Песням, в свою очередь, было ничего. Мне даже понравилось. А что, хорошая танцевальная музыка? Я слегка покривлялся, изображая танец. Я пофлексил немножко, как Рикарда Милос. Так никто не танцует. Ты что? Хотя это очень даже неплохо. Значит, я не так безнадежен. Ты просто восхитителен. Я обернулся. Твою мать, он уже сзади пристраивался, гиёк. Не ожидал меня тут увидеть. Почему же? Спасибо за музыку. Она была очень красивой. Собственное сочинение. Рад, что вам понравилось, мадемуазель. Он слегка поклонил Орлика. Я, кстати, рад, что у нас Лена Рут. Мне Лена нравится как персонаж. Забавная музяка сменилась на скрипы с вестерелки, но народ задвился эффект. Нет, это скрилекс, по-моему. Что за дерьмо? Это реально, это скрилекс. Вспоминаю 2010 год, когда мы в школе флексили под это. Я помню, Call of Duty выходил, и мы платили в Call of Duty. Вот так, как Рикарда лился. Давай! Громи квартиру! Флекс, не на стриме! Что за дерьмо, а? Надо менять ситуацию. Что ты делать собрался? Песни на заказ. Мне они не откажут. Он, на веру мимо танцующих, направился к заводилам вечера. Ответствовал за музыкальное сопровождение. Что-то прошептав Шурику, который напал в Солисе и заведовал музыкой. Он снова вернулся. Дабстеп, по-моему, да, называется? Сейчас дабстеп уже никто не слушает. Просто был хайп на дабстеп, что... Помню, была презентация, и все рофлили с Electronic Arts, что... Они поставили дабстеп, по-моему, в 2012 или 2013 году, когда он уже был непопулярен. Сейчас популярен Mumble Rap, да? По-моему, сейчас, да, сейчас Mumble Rap в тренде. Сейчас смеет. Да, я помню, это Battlefield 3, по-моему, было или 4. Вот эта музыка. Как тут в трейлере? Джон Сина! И Джон Синок был, как Рикардо Милл с мемом тогда. Сейчас смеет. Так, я сейчас. Он когда-то убежал, оставит нас наедине. Эта музыка тебе нравится? Не то, чтобы я более спокойную люблю. Неужели этот скрип кому-то нравится? Мне нравится, например. Вот это хорошее, да? А танцевать под ее можно? Бесовато. А ты так можешь? Нет. Я тоже, к сожалению. Но ты хоть как-то умеешь? Я вот так сегодня научилась. А че греха таить? Я тоже. Что? Вась сегодня после ужина после бери дискотеки провел краткий курс. Ааа, зачем? Я сказал ему, что, ну, мол, с тобой там хочу, там, тем теряем. Танцевать я не умею. Ой, сколько мне за авторское право прилетит заодно это видео. Вот он и взялся исправить ситуацию. Ты для меня танец выучил? Она была довольна. У пульта снова мелькнул диджей Василий. Музыка сменилась. Разрешите? Я протянул ей руку. Она, слегка покрывшись румянцем, взяла меня за руку. Оу, вот это оригинал. Мы начали медленно кружить Орлика, смотря друг на друга. Лена больше не прятала свой глаз. Мы стали по чуть-чуть набирать темп. Василий с Виолой поступили так же. Музыку давай! Заключал наш соперник по танцу. Глава такого темпа же начала кружиться. Лена вроде бы сдержалась. Значит, это я смогу. Музыка была нещадо быстрая. Черт! Пробубнила я на ходу. Лена лишь посмеялась. Ха-ха-ха! Я видел такое. Главное не облапошиться. Давай, руки мне и ноги ближе к моим поставь. Я взял его за руку. Я сразу же откинулась на зону. Словно знал, что я хочу сделать. Мы кружились и смеялись. Не было ничего вокруг. Только небо, трава, земля под ногами и мы. Я кружил еще какое-то время. Потом аккуратно ворвком поднял на себя. Смена партнеров! Прокричал Вася и против него вокруг себя подошел к нам. Извините, Лена, но ваш кавалер слишком хорош. Я смеялся, выставив руки, Василий положил свои. Давай, красавчик! Сразу с быстрого темпа вскоре я понял, что ноги заплетаются. У-ху-ху! Гейские танцы! Прижми же меня! Он повис на моей шее. Мне не осталось ничего, как взять его за торс и отплясывать несколько кругов. Серьезно? Слушай, это какая-то ЛГБТ-серия. Это видео для ЛГБТ-комьюнити. Вскоре голова так сильно закружилась, что я чуть не рухнул на асфальт. О-о-о, врач рядом! Держись, боец! Да иди ты! Сквозь смех промолчал я сидя на асфальте. Со всех сторон начали хлопать. Товаться и сидя принимать собрался! Он подал мне руку, и я встал. Лена подошла ко мне и, взяв ее за руку, подмигнул. Вторую мою руку схватил Василий. Мы четверым отвесили всем поклон. Молодцы, молодцы! Продолжая аплодировать, кричала нам Ольга Д. А говорил, что не умеет. Негодовал Ульяна, улыбаясь. А хотел быть на месте Лены. Но я не по лалям, сорян. Мне больше нравится мылфы. Василий отпустил свою партнершу и подошел к нам. Ну шо? Как вам, а? Стихнул наши окаменелые кости. Каменное масло! Надо каменным маслом было смазать кости, чтобы не каменели. Каменное масло, масло. Ты че, а ты сумасшедший? Я же совсем не умею танцевать. Медленно, еле-еле. А ты че так быстро? Получил же до еды. Или вы что, не плохая? Лена, ты какая счастливая была, когда ты ее крутил. Этот спрайт, конечно, тоже хорош. Тут сиси выделяется. Я посмотрел на нее, она прижалась к моему плечу. А она улыбалась. А была действительно рада. Оказывается, так мало не хватает для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Какие же у нее красивые сиськи. Ну что, чем займемся? Может, музыку уже выключить? А, мой? Посмотри на них. А флексят до сих пор, и виолка на фоне играет. И действительно, все танцевали, не обращая внимания ни на что. Есть идея? Есть парочка. Ну давай, предлагай. Для начала заберем мою горячую медсестру, и вот и третья пара. А кто будет третья пара? У-у-у! К нам подошли Маша и Сережа. Ну что, готовы? Те кивнули. В смысле их на Ваша обвел, и мы тихонько покинули площадь. И игра опять сломалась. И сейчас снова вылет будет, да? Да? Да, будет вылет? Зайдя внутрь, мы включили свет. Ну, вы знаете, что делать. Цепоните мелкую колонку к сети. Василий подошел к нам с Леной. После такого действия покурить было бы неплохо, а? Действительно. Я думаю, нам пора перекурить. Следующая серия, как обычно. Через день, Орлы. Все по расписанию. Тупо как на... Не знаю. Тупо как на вокзале. Так что через день. Ждите продолжения. Всем пока.